Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Жернакова представляет Видеопрезентацию «Республика Шкит. Книга юбиляр. 95 лет» Автобиографическая повесть Григория Белых и Леонида Пантелеева написана в 1927 году и посвящена учащимся школы социально-трудового воспитания имени Достоевского. По сути, Шкит является приютом для беспризорников, малолетних преступников, и дефективных детей, которых определили сюда для перевоспитания. На дворе 20-е годы – тяжелое и голодное время для России, только что пережившей Первую мировую войну, революцию, гражданскую. В стране хаос и разруха, но жить как-то нужно. И не просто жить, а строить новое, справедливое общество, как его представляли в то время. Перед руководством школы и преподавателями стояла нетривиальная задача – не просто забрать пацанов с улицы, отмыть, накормить, обучить, но и перевоспитать, привить навыки общежития, выпустить в мир полноценными гражданами, способными вести нормальную социальную жизнь. Впереди у них три года жизни в коллективе, где каждый день бурлит событиями, новыми лицами. Подростки как могут строить свой маленький мир, республику внутри школы, со строгими правилами, гимном, гербом, они создают газеты и журналы, пишут стихи, читают философские книги. Конечно, не все идет гладко, но дети остаются детьми, и за напускной суровостью и бандитскими замашками шкидовцев скрываются чистые сердца и веселый нрав. Каждая глава книги – отдельная история из жизни школы. Мы знакомимся с разными героями, узнаем их биографию, следим за успехами и неудачами. Один из главных героев повести – директор школы, ее сердце и локомотив Викниксор, прототипом которого был выдающийся русский педагог Виктор Николаевич Сорок-Карасинский. Его любили и уважали все граждане маленькой республики. Помощница Винкенсора, его жена Элла Андреевна Люмберг, Элан Люм, учила детей немецкому. Душа школы, добрая и заботливая, но с железным характером. Основные события, происходящие в повести, касаются мальчишек из четвертого, самого взрослого отделения шкиды. Самые яркие из них – цыган, воробышек, япончик, купец, дзе, Ленька, Леонид Пантелеев, автор книги, и Тоня Маркони. По привычке шкидовцы дают друг другу прозвище «Герои шкиды», как фотогалерея страны 20-х годов, портрет или срез общества. В начале книги – это голодные, злые подростки, привыкшие рассчитывать только на себя. У них нет никакого понятия о дружбе, доверии, любви, и всему этому им предстоит научиться. Судьба каждого шкидовца – это как краткая глава в становлении нового государства, страны советов. В стенах школы был и НЭП со своим спекулянтом, и борьба с воровством, и появление первых печатных изданий для народа, и обучение политической грамоте. Воспитатели и их подопечные живут вместе одной коммунной. Они вместе голодают, приспосабливаются к жизни в послевоенной стране, пытаются найти между собой общий язык, ссорятся, мирятся и учатся друг у друга терпению. Книга вышла в 1927 году, имела колоссальный успех, и вызвала ожесточенную полемику о педагогическом опыте. Удачен или неудачен педагогический метод заведующего школой Викниксора? Рассматривает ли книгу как документ-дневник школы имени Достоевского, где каждый факт абсолютно достоверен? Или как художественное произведение, авторы которого имели право на домысел, на обобщение, на вольное изображение событий? Многим критикам события, рассказанные авторами и заодно бывшими учениками школы имени Достоевского для трудновоспитуемых подростков, показались излишне романтизированными и не имеющими связи с действительностью. Другие же приняли художественные условности повести, но были в корне не согласны с описанными в ней педагогическими методами директора этого учебного заведения Виктора Николаевича Сороки-Росинского. В дискуссии участвовали Маршак, Крупская, Макаренко. А вот Максим Горький высоко оценил повесть. «Для меня эта книга – праздник. Она подтверждает мою веру в человека. Самое удивительное, самое великое, что есть на земле нашей». Прошло каких-то сто лет, а как изменился мир? О пестерезорниках, строительстве коммунизма, революционном энтузиазме теперь можно узнать только из книг. И Республика Шкит – одна из них. Живая, искренняя, правдивая, хоть и не лишенная свойственной тому времени пропаганды. Она хорошо дает представление об эпохе. Здесь и НЭП, и кинематограф, и восхищение революцией, желание вступить в комсомол, учить политграмоту, служить на благо Республики. Возможно, одного современного читателя это оттолкнет, но другому даст пищу для размышлений. Какова судьба выпускников школы? Какое будущее их ждет? Ведь на горизонте у них новые испытания – 30-е, 40-е годы. Запоминающаяся, поучительная, атмосферная книга о недавнем прошлом страны подарит вдумчивому читателю много впечатлений. Спасибо за просмотр! Видеопрезентацию подготовила Буярская Евгения, библиотекарь Октябрьской библиотеки номер 2 имени Николая Жернакова. Субтитры создавал DimaTorzok